Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сёстры во Христе и все люди на земле. Всем я желаю мира, добра и всякого блага, но ролик сегодня у меня будет немирный. Три дня назад мы созванивались с одним братцем. Живут они, ну, относительно недалеко в России от меня, ну, как далеко. Полтысячи километров, наверное, а то и больше. Мы давно знакомы, так скажем, по скайпу, общались с ним. Я не буду называть его имя, но я ему сброшу этот ролик специально, чтобы они посмотрели. Они мне вместе с женой звонили, мы знакомы, общались. Я как бы знаю про их ситуацию там с церковью, так называемой. У них там всё это, да? С их путём жизни, с христианством, что исповедуют. Ну, вы знаете, вот в древности есть такая фраза. Сократ друг, но истина дороже, да? Ещё Платон вроде как её, Платону приписывают. Да, по сути, говорят, что это Сократ сам о себе, как бы так говорил, да? Вы знаете, вот истина действительно дороже. Я хочу сегодня рассказать эту историю. Вы знаете, как я отношусь и к вегетарианству, которым я не считаю, что это ради чего-то делается, там, похудеть или ещё что-то. В жизни есть только одна истина – это любовь. Убийство, неважно, домашних, как их называют, жемотных, тем более. Вы знаете, вдумайтесь в саму фразу – убийство домашнего животного. Но сегодня об этом я не буду говорить. Об этом я говорил не раз, ещё буду говорить. У нас скоро на канале «Христа любви и блестяне» как раз «Испытание Господа в пустыне». Там я об этом поговорю. Что домашних животных убивать – это хорошо или плохо? Вы вдумайтесь, сами слова, которые мы употребляем. Убивать домашних животных. Ты что, помрёшь, что ли, если ты не съешь его? Нет. Но сегодня я поговорю об охоте. Брат мне рассказывает, что пастырь этой церкви, так называемой пастырь, так называемой церкви, едет на охоту за несколько тысяч километров, чтобы поохотиться. Ну, с братом мы пообщались, и, как я понял, тут мы единодушны. Я бы хотел, чтобы она это своей дорогой супруге показала. А я бы очень рад был, если бы этот ролик увидел этот... Я пастырем его в последний раз назову. Для меня он из чаде ада. Он никакой не пастух, он никакой не ученик Христов. Этот человек даже близко к Евангелию не прикасался. Я хотел бы, чтобы он услышал этот ролик. Очень бы хотел. И чтобы услышало все собрание, которое он пасет. Человек едет на охоту. Пастырь. Лже пастырь. Волк, вовечь. Волчара просто. Из чаде ада. Как о них говорил Иоанн Креститель. Я употребляю эти слова и имею на них полное право. Их употреблял Иоанн Креститель. Говорил, порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева. Этим мы сегодня закончим. Ибо человек пожинает и будет пожинать то, что он сеет. Мы сегодня коснемся, конечно же, этой... В очередной раз это ахинея о спасении по вере. Человек пожинает то, что сеет. Я, кстати, ролик записываю через три дня после этой истории. Когда я слушал, мне было все это неприятно слышать. Но я говорю, так как брат тоже все это понимает и сам осуждает. Ну, поговорили, поговорили. Я всегда вам говорил, что я не пишу ролики тут же на эмоциях. Стараюсь, какие мне мысли приходят или ситуации я узнаю. Я вам рассказываю не просто так это предисловие, прелюдию, предисловие, да. Прошло три дня. Сегодня воскресенье. Число не вижу какое сегодня. Тринадцатое, по-моему. Через пару часов я буду прямую трансляцию вести. Там, отвечать на вопросы, зачитывать комментарии. А я проснулся сегодня с этой мыслью. Хотя я старался три дня ее от себя гнать. Я даже не записал тему, что я хочу на эту тему ролик записать. Но дух мой не дает мне покоя. Бог не дает мне покоя своим духом. Моему духу. Я хочу записать этот ролик. Может быть, он изменит жизнь хотя бы одного человека. Вдумайтесь в ситуацию. Человек, называющийся именем Христовым, христианином, исповедующим его заповеди, якобы обещавшись, если любит его, соблюдать его заповеди. Человек тратит огромные деньги. Вы знаете, сколько сейчас ружье стоит? Узнайте. На ружье. Сколько стоит охотничий билет? Сколько стоит лицензии? Сколько стоит поехать? Он поехал в интересные места, где я сам недавно был. Но я там любовался природой. В Карелии я был недавно, кто знает. Я был в Петербурге, ездил в Карелию. И любовался природой, богом созданным. В том числе и животными. Человек едет за несколько тысяч километров, тратит огромные деньги на дорогу, на проживание в любом случае. Огромный, я еще говорю, в понятии того, какое зло он, ради какого зла он это делает. И он едет только для того, чтобы убить беззащитное животное. Оно не угрожает его жизни. Оно не причиняет ему боль или страдания. Не угрожает его семье, жизни или здоровью. Он сам это делает. Он долго это планирует. Он долго к этому готовится. Он учится. Он читает. Он изучает. Он познает стратегию охоты. Он одевается в амуницию, которая не дешевая. Как я уже сказал, все это. Ножи, ружья, пистолеты. Я не буду сегодня устрашающих картинок ставить. Вы все сами знаете. Я хочу, чтобы люди услышали слово и покаялись. Человек все это делает ради того, и тем более, эта группа вооруженных до зубов здоровенных мужиков едет только для того, чтобы убить беззащитное животное. И не важно. Хищное оно. И более того, еще и плотоядное. Заяц, кролик, лось. Кого угодно. Не важно, кого они там собрались убивать. И не важно, что это даже хищник. Вся тварь до ныне стянает из-за нас, из-за человека. По нашим грехам она стала. Не мы такие. Мы стали такими. И она стала за нас таким. Этот человек никогда об этом не читал. Что движет этим человеком? Господь сказал, что дерево познается по плоду. Вы знаете, никакого суда не нужно. Христово во второе пришествие. Я вам сразу скажу, что этот человек уродлив внутри. Он безобразен. Он зловонен. Человеком движет злоба, ненависть. Как можно? Ты сеешь в это. Как ты будешь загонять это животное? Оно будет испытывать страх, будет метаться. Ты его подстрелишь. Оно будет истекать кровью. Возможно, вы не убьете его сразу. Вам придется его добивать. Что движет этим человеком? Что в сердце этого пастыря, исчадья ада? Есть в нем Христос? Нет. Есть в нем Дух Святой? Неграма. Что должно двигать человеком, вооруженным до зубов, чтобы убить беспощадно, беспомощное, беспощадно убить беспомощное животное? Какой Дух должен им двигать? Он дома целует детей, целует жену, собирается на эту охоту, складывает потихонечку в свою машину эти вещи, орудия убийства. Жена целует его, его обнимают дети. Он едет, чтобы убивать. Вы знаете, я хочу, чтобы услышал и супруга этого брата. Ничего личного. Можете на меня обижаться, можете нет. Они ходят в это собрание. Они его считают пастырем. Пастырем Христовым. Христос был пастырем овечек. У него не было зубов, даже у самого, так скажем. Он сказал, что я пастырь. И пастырь полагает жизнь. Он не убивает, но он становится перед и прикрывает сзади. Он пастырь, он не волк. Этот человек, исчадье ада. Это отродье сатанинское. Порождение ехидны. В нем нет ничего христианского. Какие бы он проповеди не заливал, а тем более заливают они только об одном, о спасении, поверии, десятине и слава Богу за все. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И вы все, кто участвуете, вы придете на следующее собрание, что вы скажете? Пастырь, дорогой, как ты ездил на охоту? Ну, как съездил? Как съездил, батюшка? И попы так делают, я знаю. Мне рассказывали, я видел эти охоты. Ну, не собственными глазами, а рассказывали мне очевидцы. И это то же самое. Я вам рассказываю всегда не какие-то байки. Реальные истории, которые до меня доходят. Можете мне их не рассказывать, если вы боитесь, что я их расскажу. А я их буду рассказывать. Не надо тогда мне этого ничего говорить. Вы будете спрашивать пастырька, как ты убил животное? Как оно мучилось? Вы же сразу спросите-то. Как вы сдирали с него шкуры? Посмотрите, как с живых животных, диких охотники, сдирают шкуры, слиз. Посмотрите, с живьем сдирают. То ли специально, я даже не вникал, я просто видел такие видео. Я не знаю, чем они там руководствуются. То ли, чтобы она свеженькая была, или что-то там еще лучше, шкурка получается, с живьем, с животным. Вы знаете, я такому пастырю скажу. Я последнее время, да, много говорю о реинкарнации. Вы знаете, я на таких пастырях, как ты. Я бы тебе это в лицо сказал, была бы моя воля. Я бы еще кое-что сделал бы, если бы я рядом находился. Просто я далеко. Я что-то мыс потерял. Ну ладно, может, я вспомню. По поводу тех, кто в этом во всем участвует. Вы участвуете в этом. Вы все, кто не говорит ему правду в лицо. Этот человек беззаконник. Он чадо сатаны, потому что он убийца. Я не говорю это просто так, ругательно. Я говорю это, как говорил Иисус. Вы дети дьявола, потому что ищете убить меня. Он отродье сатаны, потому что убивает животных. Вы соучастники этого, потому что не говорите ему истину и участвуете в этом. Я бы этого человека даже на порог дома своего не пустил. Никогда бы в жизни я не пришел в это собрание. При каждой встрече я бы ему это сказал и говорил бы постоянно, до тех пор, пока этот человек не покается. в нем нет ничего Христова. Это ужасно, то, что я слышал. Ужасно. Участвовать в таких беззакониях, огромный грех. А, я говорил о колесе сансаре, думаю, что же важное говорю. Вы знаете, я все больше убеждаюсь, верю в реинкарнацию, причем не только человеческой души и в человеческие тела. Я на таком примере, Господь мне открывает глаза, что существует перевоплощение человеческой души и в животное тело. Все, о чем говорит буддизм. И я верю, что ты, дорогой, не то, что на суд Христов не приходишь. Следующая твоя жизнь будет в шкуре того убитого животного, а, возможно, какой-нибудь простой обычной жабы, которой человек, выйдя из дома своего, просто своим каблуком прихлопнет. Ты не достоин даже стоять на суде Христовом. Господь сказал, что посеять человек, той пожнет, сеющий в доброе, пожнет от добра своего жизнь вечную, благую и неизменную, сеющий зло, ты сеешь страх, ненависть, агрессию. Из-за таких, как ты, хулиться ими, Божье, хулиться ими, христианина. Язычники лучше таких, как ты. И вы все, кто участвует, и кто не говорите таким людям правду, вы все в этом участвуете. Все абсолютно. и ничего хорошего у вас из этого нету. Вы ложь, страх свой, боязнь, агрессию, которую боитесь на себе, может быть, получить, вы заглушаете в себе истину. ни к чему хорошему это не приводит людей никогда. Я закончу опять этой фразой. Сократ друг, а истина дороже. Единственное, что я хочу показать, это не сцены из охоты, вы их прекрасно знаете, я говорю, я даже это смотреть не хочу. Разве такого мы видим Иисуса? Скажите мне, пожалуйста. Вообще, можете себе представить вот такого вот Иисуса? Этот пастырь пусть себя поставит на место любой из этих картинок. Разве он такого видел Иисуса? Исху с пасхального ягненка, который Моисей решил убивать, это не Бог им давал. Заменил на хлеб. Я не собираюсь никого адом запугивать, я верю во всеобщее покаяние, вы знаете, это кто меня слушает. Но я верю в то, что сказал Иисус. Каждый человек будет получать соответственно своим делам жизни. Вот и все. И я верю, что участь этого человека никакое не спасение по вере. Участь этого человека печальна, и ему придется пройти путь познания того зла, который он творит, если он не хочет покаяться от слов Христовых. Иисус учил нас любить, все живое на земле, а мы хуже грешников и язычников, над которыми вечно кичимся. покайся, покайся, дорогой мой, и все вы, кто в этом участвуете, и никогда не позволяйте злу просто так распространяться и быть. Да лучше одному быть, чем с кем попало, как это говорят. человек будет судиться по делам своей жизни, и каждый получит должное воздаяние за то зло, которое он сеет в этом мире. А этот так называемый пастырь еще является примером, и совсем не по образу и учению Иисуса Христа. Христа.